Я работаю вместе с Антоном Бачаком, не только в области табакоконтроля, но вообще в области профилактики рака. В прошлом я был ответственен за работу, которая проводится в нашем регионе в области профилактики рака. Вы видите, мы начинаемся там дальше, далеко-далеко за Уралом. Вы можете увидеть, как мы соотносимся с вашим регионом. Итак, я буду говорить о контроле табакокурения. Это очень важно, очень много проблем с точки зрения того, что мы слышали сегодня утром. Много проблем для тех, кто продолжает курить. Много интервенций пробовалось, не всегда неуспешными. Пожалуйста, следующий слайд. Я представляю ВОЗ в какой-то смысле. Я думаю, что вы видели этот слайд. И эта организация очень активно работает в своей борьбе с табакокурением, потреблением табака. Но вы видите здесь, что на самом деле азиатские страны, Китай и так дальше. И то же самое, наверное, в Казахстане и Сибири. Это большая проблема. В большинстве стран здесь красные, азиатские, это большие страны. И, к сожалению, в некоторых странах большая пропорция не только мужчин курит, но, к сожалению, и женщин. Смертность, связанная с табакокурением. Я уверен, что вы видели подобные таблицы. Даже независимо от ВОЗ ассоциированных регионов, можно сказать, что 20% смертей связаны с табакокурением, отрака. И в Европе еще более длительный период экспозиции к табачному дыму. Ситуация серьезная. И у нас 25% там мужчин, и даже женщин в Америке, даже больше женщин. А 60% смертей, связанных с раком среди мужчин, немножко меньше среди женщин. Мы можем говорить о разных продуктах, связанных с табаком. Но мы видим не только рак здесь, туберкулез, сердечно-сосудистые, заболевания, которые связаны с табакокурением. Мы можем говорить здесь о смертях, которые ассоциированы с такими раками. Если мы только о раке говорим, как орофарингеальный, рак пищевода, желудка, и, естественно, рак легкого, все указывают на 80% таких легочных раков, связанных с курением. Кроме того, у нас есть аденокарцинома, у нас есть плоскоклеточный рак и так далее, которые, может быть, менее ассоциированы. Но мы здесь понимаем, что табак – это очень важный факт. Вот вы видите, что в странах, где у нас эффективная политика контроля курения, у нас идет снижение, об этом уже говорилось сегодня, особенно вот здесь, это Австралия, во многих странах. И вот здесь, я думаю, это у нас, это Казахстан. К сожалению, плохо слышно, не используется микрофон. И вот среди мужчин идет снижение, и более сложная картина соответствует женской популяции. Теперь больше женщин, которые раньше никогда не курили. Например, в некоторых странах теперь они начинают курить. В Японии, например, медицинские, как оказывается, сестры становятся курильщиками. Они должны знать о последствиях. Мы обращаем внимание на том, кто такой конкретно курильщик и не курильщик. 20-40 сигарет в день для человека. Увеличивается риск таких заболеваний по сравнению с тем, кто периодически курит и курит меньше 5 сигарет в день. И мы должны это учитывать при развитии нашей политики, контроля типы табака. Вот здесь перегруженный немножко слайд. Индийский автор его сделал, который сфокусировался не только на сигаретах. Это синим показано. Но есть вот у женщин и у мужчин типы употребления. У нас есть снаф, нюхательный табак. У нас другие типы табака и способов употребления, которые связаны с неконтагиозными заболеваниями, в частности с раком. Вот это груз, нагрузка рака оральной полости, ротовой полости. У мужчин и женщин в Индии большая нагрузка от этого рака. Это бремя, потому что в Таиланде тоже самое похоже. Теперь многие женщины также продолжают жевать различные виды табачной продукции. И мы видим все больше и больше у женщин раков, которые являются последствием такого употребления. И данные из Индонезии я бы хочу подчеркнуть. Некоторые аспекты, которые связаны с контролем табака в Азии на самом деле не так много. Прямых исследований, даже в Европе их не так много. Но на самом деле у нас есть в Индонезии похожие проблемы на другие. И проблемы в других странах. Это проблема, потому что есть случаи, которые мы исследовали во многих странах Азии, которые спичны для них. Мы знаем, что это токсичная субстанция табак. Но если в Европе доля мужчин курящих снижается, в основном там мужчины всегда в основном курили. Но в наших странах, почему я говорю специфитике, можно было пойти за 20 центов купить табак, свернуть сигарету, вплоть до того, что ее заворачивают до сих пор в лист черного дерева. Это то, что называется биди. И эта специфика, эта специфика, которая связана с распространением некоторых видов рака. И докуривание, вторичное употребление сигарет. Это, конечно, вносит вклад и в развитие рака легкого и других в Индонезии. Мы видим больше уровней рака губы, ротовой полости и так далее. В них представлен список. Что мы делаем? Естественно, доступность табака – это главный фактор. Если вы можете легко достать, купить, вы можете использовать. И почему главная причина, почему мы иногда сдерживаемся – это отсутствие денег. Например, Британия. В Британии 20 фунтов за пачку сигарет – это важно. Вы два раза подумайте, прежде чем вы купите пачку сигарет. Вы не можете купить 10 сигарет, одну сигарету. Иногда вы не можете купить одну пачку. Вам нужно покупать блок. Поэтому доступность важную роль играет. Естественно, ограничение курения в общественных местах. И успех в Европе связан с ограничением таких мест. Запрет на курение в барах и ресторанах. Может быть, количество курильщиков не сократилось, но количество выкуренных сигарет сокращается. Потому что люди думают, если я хочу пойти туда-туда, идти ли мне, они дважды думают об этом. То есть двойной даже эффект. Поэтому экспозиция, воздействие табака снижается и на пассивных курильщиков. И вот мы показываем здесь то, на чем нам нужно сосредоточить внимание. И в чем числе ВОЗ об этом говорит. Это отношения в семье. Вероятность начала курения должно снижаться. Позитивное давление должно быть. Это важно для детей. У нас большая программа в Шри-Ланке, например. Это для детей из школьного возраста. Это дети, которые придут домой. Они не должны видеть, что там курят. Это эффективный способ снижать, по крайней мере, воздействие на детей табака и их экспозицию к ситуации курения. И то же самое, конечно, и касается взрослых. Естественно, полиморфизм, воспалительные ассоциированные гены, вероятность, так сказать, склонность стать курильщиком или не стать курильщиком. Есть химические вещества, которые попадают в легкий метаболизм. Сегодня об этом говорили. Если вы получаете приятный опыт или неприятный опыт, это очень важно. Причина, почему столько мужчин курят в России, например, они получают удовольствие. В основном люди получают удовольствие. Это преимущество. Гормональный эффект, воздействие на допаминовые рецепторы. Мы должны также думать с точки зрения того, насколько мы можем инжинировать ситуацию. Может быть, это следствие негативного примера в семье, примера со стороны равных по возрасту и так далее. Конечно, реклама и так далее. Люди должны осознавать, конечно, все опасности еще. Это тоже осознание и просвещенность влияют на распространенность курения. ВОЗ. Это европейский офис известный. Они могут располагаться в различных точках мира, в западной, например, Тихоокеанском регионе. Во всяком случае, все страны подписали вот эту конвенцию. Вместе с ВОЗ. Большинство из стран являются частью этой конвенции, может быть, не 100%. Они работают по всем областям, которые здесь перечислены, направлены на снижение курения и комплоентность. Тем не менее, во многих случаях очень низкая. Если вы поедете в Японию, вы это увидите. Это очевидная причина, потому что 50% табака принадлежит, скажем так, по-простому правительству. То есть оно не очень заинтересовано. Об этом не говорят очень громко. Но медицинская система не может позволить себе помогать людям остановиться. Это снижает продолжительность жизни на самом деле на 5 лет. Инфраструктура во многих странах, кроме того, задействована... Если вы поедете в Таиланд, там теперь новое правительство, и оно заставляет законодателей что-то делать. Но 5 лет назад еще во всех барах в Таиланде курили. Теперь все изменилось. То есть мы заставляем в Таиланде законодателей обеспечить более высокую комплоентность по отношению к конвенции. У меня есть личный опыт. По сути, я работаю в журнале. Работал он еще больше. Это тип исследований, которые проводятся. Группа во Вьетнаме работала. Это группа, которая занимается общественным здоровьем. И вот здесь работа, которая посвящена профилактике. Здесь рассмотрены все области, которые могут влиять на это, включая конвенцию, о которой мы говорили. И отслеживается, что происходит в Индонезии. И вот я хочу сказать в заключении того, что было сказано. Вот это история, вот это первое предупреждение. Достаточно рано присоединение к рамочной конвенции и попытка регулировать ситуацию. Это различная социальная реклама, изображение, предупреждение. Предупреждение на пачках сигарет. Иногда люди, когда они видят такие картинки, они переключаются. Нам нужно лучше понимать, что работает с психологической точки зрения. Почему они это делают, как работает механизм удовольствия и так далее. Собственно говоря, мы убрали картинки, предупреждающие о вреде. Только тексты теперь из указанных соображений остались. Но все-таки много работы еще должно быть проведено. С точки зрения специального пакета ВОЗ, который называется Эмпауа, за последнее время многое стало известно в интернете и доступна информация. 34% это мониторинг курения и превентивная политика. На нее приходится 34%. 5% на защиту людей от дыма. Это усилие, так сказать, в мире. 8% предложение помощи бросить. 8% предупреждение об опасности. 9% поддержка различных слоганов, изображений и так далее. Запрета продвижения рекламы и так далее. 6% повышение налогообложения. И Вьетнаму нужно приоритетировать ресурсы для того, чтобы построить действительно законодательство, которое могло бы быть сильным в этом области. Это заключение по такой работе, проведенной там. Еще один пример. Это азиатско-посредоокеанский журнал «Профилактика рака». В Корее участвует Китай, Тайвань, Индия и Новой Зеландия. Исследовалось то, что делается. И было сделано заключение, что очень неэффективно результаты интервенции на национальном уровне. Нам нужно сфокусировать усилия. Здесь мы получаем в Таланте много, как я сказал, поддержки от правительства. И нужно сказать, что во Вьетнаме после проведенного исследования курение пошло вниз, скажем так. Так, стадии бросания. В основном, внимание мужчинам, что они предпочитают. Можно посмотреть, как вовлекаются женщины в эту идею начать курение. Если мы говорим о бросании, нам нужно говорить о том, что надо сделать все, чтобы дети могли оставаться в стороне от экспозиции. Это вот сколько складывается усилий. Опять же, тот же пакет МПАО, подъем налогов. Вот это страны по всему миру. И вот здесь у нас очень много стран повысили налогообложение, как мы видим. 30%, например, стоимости пачки платится. Зачастую в Англии может до 90% уходить от стоимости пачки на налоги. Многие страны таким образом снизили налогообложение, потому что по разным причинам выяснилось, в некоторых странах это налогообложение пошло вниз, было снижено, потому что выяснилось, что то, что собиралось таким образом, не помогало снижению употребления табака. Итак, где мы с точки зрения исследований? А нам нужны хорошие исследования, если нам нужна хорошая политика контроля. Нужны местные исследования. И вот вместе с Антоном мы смотрим на эффекты интервенции. Если мы хотим хорошие эффекты, нам нужно понимать данные по смертности, по заболеваемости. И тогда у нас лучшая идея сформируется касательно тех программ, которые нужны. Все зависит от людей, конечно, в конечном итоге. И вот этот пакет, который называется МПАО, это на самом деле можно перевести как объединение мощности, силы, потенциала всех людей в борьбе с курением. Я хочу еще сказать, что контроль табакокурения – это одно из самых наиболее важных аспектов контроля рака. И это не единственное место, где я выступаю. Я говорю об этом часто. И очень многие клиницисты, я не один тоже, которые поддержали бы меня в том, что было сказано. Дело не только в табакоконтроле, конечно. Все области, связанные с профилактикой рака, крайне важны. Это должно быть доведено до сведения и понимания правительства, если мы хотим контролировать рак. Но нам нужно убеждить клиницистов и другие заинтересованные стороны вовлечь их еще больше. Дело не только в раке, это продолжительность жизни также. Есть ли какие-то данные по продолжительности жизни курильщиков и некурильщиков в разных странах? Потому что все знают, что есть разница в пять лет, например. Вот что вы можете здесь сказать? Продолжительность жизни вы видели, я показывал на слайдах, отвод слайда. Большинство раков, связанных с раком, это раки старшего возраста или старого возраста. У мужчин после 60 рак легкого в основном есть и другие случаи, конечно. Что касается стоимости продуктивности или производительности, связанной, если вы хотите, чтобы люди работали в 65 лет, они работают, потом внезапно рак, и человек умирает. Но он продуктивные годы, так сказать, прожил. Если человек работает в 65 и потом, продолжает жить, это, конечно, нагружка в смысле стоимости его жизни. Это дело не в том, что мы так думаем плохо, но если рак, если есть вот это бремя молочной железы, рак, например, после 65-50, это влияние на продолжительность жизни, и это груз для общества. Естественно, когда старые люди болеют, никто не хочет. Я не хочу умирать, никто не хочет. И 80 лет я не хочу. Я буду ходить к врачам. Нужно мотивировать людей всяческими способами, чтобы шла поддержка исследователям. Поэтому нам так нужны эти исследования, чтобы все были защищены. И вот здесь мы закончим на этой оптимистической ноте. Продолжение следует...